Вода Капли собираются в струи, в струи, в ручьи. И вот уже несут жизнь организму Земли, ее кровеносные сосуды, реки. Для химика вода, как и все вокруг, представляется соединением мельчайших частиц, молекул. При переходе из одного агрегатного состояния в другое, молекулы воды не разрушаются. Вода Пар Изменяются связи между молекулами. Твердая вода, лед, имеет структуру кристалла. Ежегодно около 380 тысяч кубических километров воды уносятся в атмосферу. Миллионы миллионов раз вечно совершается этот цикл. Океан Атмосфера Атмосфера Земля Океан Каждый раз вода извлекает из твердых пород Земли все новые и новые количества растворяющихся и не растворяющихся в ней частиц. Вымывая вещества почвы, вода питает ими растения. Какая-то часть воды проникает глубже в подпочву и коренные породы, образуя подземные водохранилища и подземные потоки. Рано или поздно вода снова выходит на поверхность, включаясь в единый круговорот. И снова моря и океаны принимают растворенные водой вещества. За миллиарды лет в океанической воде накопились практически все химические элементы земной коры. Разрушая и созидая, вода преобразовывает планету. Этот вечный процесс продолжается. Вода, писал академик Вернацкий, стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных геологических процессов. Река уходит в скалу. Исследуем подземный поток, его состав, скорость. Теперь мы у выхода реки на поверхность. Вот отмеченная краской струя. Но состав воды уже иной. По нему мы можем судить, через какие породы прошла река. Кажущаяся чистой, вода содержит самые различные примеси. Вот почему она бывает жесткой или мягкой, соленой или пресной, вкусной или невкусной. С разных концов земли в лабораторию доставили бутыли с водой. В каждой бутыли вода? Нет, скажет химик, не вода, а смесь веществ. Чтобы изучать свойства воды, надо очистить ее от примесей. Лабораторный прибор для очистки воды методом перегонки состоит из колбы, в которой вода нагревается до кипения. Холодильника, в кожух которого поступает водопроводная вода для охлаждения образующихся паров. Вода кипит. Обратите внимание, по мере продвижения к горлу колбы, изменяется состав частиц смеси и расстояние между ними. Почему? В смесях свойства веществ сохраняются. При 100 градусах по Цельсию вода интенсивно испаряется, а нелетучие примеси остаются. В колбу приемник стекает дистиллированная, химически чистая вода. В древности считали, что вся живая и неживая материя состоит из четырех простых компонентов. Одним из них, началом всех начал, называли воду. Это старинный эвдиометр. В нем, в конце 18 века, англичанин Кавендиш получил воду. Не правда ли, как странно звучит? Получил воду. Кавендиш проводит опыты с водородом. Он смешивает водород с воздухом. Пропускает искру. На стенках сосуда капли. Это вода. В это же время, качественный состав воды был определен при ее разложении. Французский химик Лавуазье в раскаленном ружейном стволе над железными опилками пропускал пары воды. Часть пара снова конденсировалась. Но в колоколе собирался какой-то газ. Это водород. Другая составная часть воды, кислород, соединялась с железными опилками, образуя окалину, оксиды железа. Итак, вода сложное вещество. Соединение водорода с кислородом. В современной лаборатории можно провести количественный опыт. В стеклянной лодочке навеска оксида меди. Поместим лодочку в установку. Пропустим над ней избыточное количество водорода. Вспомните признаки этой реакции. Происходит восстановление меди. И образуется вода. Точно определим массу образовавшейся воды. И массу восстановленной меди. И массу восстановленной меди. На основе расчета можно утверждать. Весовые соотношения элементов в воде. Один к восьми. Прибор для разложения воды электрическим током. Объемные отношения выделяющихся газов. Один к двум. Это кислород. Это водород. В этих же объемных отношениях. Газы взаимодействуют. Образуя воду. Атомы кислорода. Соединяются с атомами водорода. Получаются молекулы воды. При реакции атомы перегруппировываются. Но их общее число при этом не изменяется. Выделяется теплота. Вода прочное вещество. Но при некоторых условиях воду можно разложить химическим путем. Для этого очевидно нужны такие активные вещества. Которые отняли бы от воды водород. Или кислород. Такими реагентами могут быть некоторые активные металлы. Например, кальций. При этой реакции две молекулы воды взаимодействуют с одним атомом кальция. Образуется гидроксид кальция. И выделяется водород. Менее активный металл магний совершенно по-другому разлагает воду. С одной молекулой воды вступает в реакцию один атом магния. Выделяется водород. И образуется оксид магния. А как относится вода к сложным веществам? Например, к оксидам. О протекании реакции мы можем судить по ее признакам. По отношению к воде оксиды подразделяются на растворимые и нерастворимые, кислотные и основные. Водные растворы кислот и щелочей продукты основной химической промышленности. Вода растворяет и многие другие вещества. Это свойство широко используется в химической промышленности. На всех химических предприятиях работает вода. Водным раствором перекиси водорода отбеливают ткани. Водными растворами красителей наносятся набивные красочные рисунки. Вода хорошо растворяет хлороводород. Так получают соляную кислоту. В промышленных электролизерах вода служит для получения водорода и кислорода. Для приготовления лекарств нужна дистиллированная вода. Без воды не сделать и бумагу. Растворы находят все новые и новые области применения. В современном тепличном производстве для каждого вида культивируемых растений готовят питательные растворы. В них в заданных пропорциях все необходимые растения и вещества и микроэлементы. Нужные для современной радиоэлектронной и космической техники кристаллы в природе большая редкость. Рост кристалла совершенной формы происходит только в определенных условиях. В природе этот процесс длится многие годы. Искусственно крупные кристаллы выращивают в строго дозированном растворе. Неисчерпаемая капля воды. Такая знакомая нам и такая загадочная. Неисчерпаемые водные просторы. Наша жизнь. Наше богатство. Мы должны рассматривать растилающиеся кругом водные пространства, писал академик Ферсман, как наследие всего прошлого нашей планеты и научиться читать в них не только прошлое, но и будущее воды, этой живительной влаги Земли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова